Пустота разбитет, словно пыль, отголоски от наших теней. В нашей жизни не будет конца, мы забыли, что знали о ней. И огонь, порожидающий мир, будет рваться на гранины истерь. Говорит и показывает Москва. Нас забыли, народу довольны. Бой народ, но это война, каждый шаг это выигранный бой. Так, следующий вопрос по повестке дня. Значит, перед тем, как я сделаю доклад по министерству юстиции, по материалам представленной Академии Новокрсер, к нам сегодня поступило очередное обращение граждан Советского Союза с просьбой о том, что они направили официальный запрос и обращение международное, не совсем международное, глубинное преступное сообщество под названием Мальтийский Орден и мини-государство Ватикан. Значит, и просят данный документ обсудить. И если есть поддержка, я думаю, что нужно поддержать наших граждан Советского Союза, которые нам помогают сейчас вот такими обращениями, значит, высказать свое мнение президиума Совета Министров СССР. Я процитирую данное обращение, которое сегодня поступило в Совет Министров СССР. В документе отражена неиспоримая правда факта. Свадебные генералы, в кавычках, марионетки от ФСБ, визитеры, ватиканские или заблюды неоднократно посещали Рим и перезакладывали незаконно залоги в виде родовых документов советских граждан, имеющих покрытие золотом СССР. Об этом в сговоре свидетельствовала и Татьяна Волкова на официальном сайте СССР, W3V, правосудие.net. И именно этот ресурс пытались закрыть трусливый путинистый. Эта провокация провалилась. В преамбуле дальше идет адреса, которые они здесь указали. В Нью-Йорк, State Association, на имя Грандмастер, Ордер оф Мальта, Фраун Донлап. Дальше Сузан Десантис, Chief Communication Strategist, Permanent Observer Mission of the Holy Sea United Nations, Нью-Йорк. Дальше. Ордер оф Мальта, Грандприори оф Энгланд, Ордер оф Мальта, Грандмагистр, Роми, Италию. Ордер оф Мальта, Грандприори оф Энгланд, Ордер оф Мальта, Дипломатик Миссион of the Sovereign Ордер оф Мальта. КЛСИ, Дипломатик Миссион of the Sovereign Ордер оф Мальта, Латвия, Герман, Собриори оф Стрит Михаэль оф the Ордер оф Мальта, Свис Ассоэйшн оф the Ордер оф Мальта, Дипломатик Миссион оф the Sovereign Ордер оф Мальта, Лихтенштейн, Суверинг Милитари Ордер оф Мальта, Канадин Ассоэйшн. Я процитировал на английском языке адреса, Куда наши граждане направили этот документ. Итак, цитирую сам документ. Заявление императив от имени суверенных советских граждан, уважаемой главы миссии Ордена и Папского престола в различных странах и ООН. Советские суверенные граждане пожелали выразить на общепланетарном уровне свое твердое мнение, позицию по нескольким важным вопросам, касающимся вашей деятельности и заявленных на международной арене целей. Они самым прямым образом затрагивают наши фундаментальные социальные и экономические интересы. Прежде всего, информируем вас о начале работы с конца прошлого года законного правительства Советского Союза в силу полной исчерпанности различного вида торгово-коммерческих трастов в формате UCC, что означает радикальный поворот глобального масштаба, как для быстрейшей передачи всей власти всего захваченного управления на территории СССР в адрес Совета Министров СССР в лице его председателя Александра Васильевича Неведицина, так и для всей мировой общественности, включая официальные институты общепланетарного регулирования по решению социальных, экономических, политических вопросов, судьбоносных для всего человечества. О изначальной незаконности государственного переворота Ельцина, тотальной несостоятельности путинского режима, о войне двух банкротов, торговых компаний «Украина» и «РФ», развязанной при соглашательстве вассальных администраций этих двух колониальных фантомов и прямым участием и финансированием в чистом виде нацистского блока НАТО, мы предельно ясно сообщили ведущим квазиправительствам в скобках, все они подконтрольны тем или иным корпоративным кланом, скобка закрывается, глобальным банком, различным частным фондом, сетевым и непубличным в плане ключевых акционеров, компаниям типа Vanguard, BlackRock, закрытым клубом транснационально-принудительного криптоуправления мировыми процессами. В своем историческом анализе, на основе подтвержденных документами и фактов, хранителями которых являются военные власти СССР, в скобках СВПО, специально военно-политический орган, скобка закрывается, и Академия наук СССР, в скобках законные представители советского народа наших прав, обязанности и привилегии, скобка закрывается, являющиеся контролерами-аудиторами учетов и переучетов мировых долгов, с эксклюзивным правом определения доли мировых денег для каждой страны. Этими легитимными органами, представителем мирового уровня, в скобках, в отличие от самозванцев режима некого Путина, скобка закрывается, неоспоримо доказано следующее. Ватикан, ряд понтификов, орден юзеитов и его подразделения, опус Дэй, веками создававшие общемировые реестры, в скобках списки, якобы недееспособных граждан, в кавычках, в том числе давно не существующие в торговом реестре и регистре РФ, как некоего движимого имущества, в кавычках, лживых пап и государства Ватикан, в кавычках, эти колониально позорные, недостойные мировой католической профессии, мировой католической конфессии, извините, документы, в кавычках, свидетельства католико-ватиканской диктатуры, недопустимо оскорбляет, унижает достоинства жителей планеты, является попыткой лицемерно отрицать наши неотъемлемые права, зафиксированные в Декларации прав человека, принятой ООН и Европейским Союзом. Реестры Рима, этот омерзительный символ юридического произвола, не признаются советскими гражданами, ни под каким видом и в любой форме более того. Виновники этого неслыханного преступления, очень планетарного уровня, понесут суровую ответственность за навязывание миру и народам Советского Союза, ватиканского юридического рабства. Когда документы родовой принадлежности и наследия, скобка, паспорт, свидетельство о рождении и тому подобное, скобка, закрывается, в виде незаконного залога, без информированного и осознанного согласия, граждан фигурировали на бирже. По них в США и РФ имитировалась валюта, выпускались ценные бумаги, но доходы получали лишь самозванцы, бенефициары, в скобках, институты Ватикана, в ассальной квази правительства и корпорации, скобка закрывается. Соответствующие этому виду беззакония и преступлений, трибунал так или иначе состоится, и кары не избежит ни один криминальный участник этого выпившего религиозно-правового произвола. Со времени полной исчерпанности Вашингтонских соглашений Леонида Брежнева, ни Морской кодекс Британии, ни Английский суд Лондона, ни Римское право, все нормативы такого рода не имеют правовой силы на суверенной советской территории, границы которой очерчены неизменяемым договором Хельсинки-75. А содержание и трактовка Единого торгового кодекса теперь прерогатива военных властей СССР и Советского правительства. Вручение долгового баланса антомной несуществующей РФ военным властям СССР это обязанность паркетных генералов в кавычках ФСБ, они не раз под обострастием вассалов совершали очередное преступление, оформляя в Риме незаконные залоги, в том числе для эмиссии так называемого смехотворного признака рубля в кавычках, цитируем, незаконный в СССР изначально, ЦБ РФ, скобка закрывается, и их также не минует нелицей приятный приговор с военной коллегией военно-полевых судов, законодействующих в условиях военного времени, объявленного правительством СССР. В свете описанных исторических событий глобального уровня мы твердо уверены в том, что священным долгом ближайшей Генассамблеи ООН является объявление публично о восстановлении нерушимых и реальных советских гранит, активной работы правительства СССР, императивно и законно требующего полного отказа захватчиками власти, ликвидированной на вечной торговой компании РФ, от присвоенного ими права управления на суверенной советской территории. Цитата заканчивается. Подпись Валерия с фамилией Латвии Капитал и более 420 адресов, которые поддержали данное заявление граждан Советского Союза, которое сегодня они нам прислали, в том числе для согласования и поддержки данного обращения и направлений адреса там. Поэтому я ставлю вопрос перед президиумом Совета Министра СССР. Ваше мнение с точки зрения инициативы граждан Советского Союза, проживающих в западных территориях Советского государства, Трибалтийской республики, и в том числе здесь участвует и ряд граждан, которые проживают в европейских странах сегодня, переехавшие в ходе этого государственного переворота, но и часть граждан, которые участвуют вместе с нами сегодня по вопросу восстановления конституционного строя на территории Советского Союза и со стороны Украинской ССР, со стороны Белорусской ССР, со стороны Молдавской ССР, то, что вот этот регион сегодня активно участвует в нашей с вами работе. И вы видите, в последнее время они практически ежедневно отправляют соответствующие заявления, документы, ну и сегодняшнее обращение, которое они направляют непосредственно в Мальтийский Орден, и в Секретариат, и в Папе Римскому. Хотя туда же мы свои приветы с вами тоже направили, но значит, там пока в нашу сторону молчаливая реакция, говорят, молчание, знак согласия, значит, они прекрасно понимают, что Советский Союз жив и действует, Советское государство работает, правительство СССР работает, все органы власти Советского Союза восстанавливаются, и кадровый набор идет. Пожалуйста, товарищи, ваше мнение. Мнение президиума, поддерживаем данный документ. Пожалуйста, Сергей Николаевич Волков. Спасибо за предоставленное слово. Однозначно, раз граждане обращаются, значит, у них есть веские доказательства, что вот это квази-государство, или как его там называют, карманное государство, которое действительно порабощает все народы мира, не только Советского Союза, но Советского Союза в первую очередь. Почему? Потому что с рождения, так сказать, родился ребенок весом 3 килограмма, допустим, 500 грамм. Все, это уже приравнивается к такому же количеству золота, и, соответственно, отправляется в Ватикан. Не знаю, насколько это правда, но, может быть, кто-то знает, действительно, когда при рождении ребенка акт рождения отправляют в Ватикан. Это я читал в интернете, но сами знаете, насколько можно верить или нет, но, может быть, есть такие достоверные факты. Но раз такое здесь обращение поступило, значит, данные граждане больше знают, и поддержать мы обязаны. Такое обращение, и более того, даже опубликовать, чтобы даже наши граждане все это дело знали. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, Галибрегимович, ваше мнение. Спасибо огромное за предоставленное слово. Я тут задумался над тем вопросом, который постоянно меня мучает. Остальное все сказано, как положено. Значит, надо этому все соблюдать. И мне такое ощущение, что нам надо начинать и поставить в известных тех республик сегодня, которые являются советскими, а практически непонятно, кто охраняет их границы. Поэтому, значит, и хаос, и войны, это и вторжение в республики сначала, допустим, Украину, а потом сейчас в РСФСР уже глубина нападений уже более 50 километров. Нам нужно всех этих республик, их руководителей, взять, дать нам отчет о том, что кто, как эти сегодня охраняются границы. Если нет у них границы, с другой стороны же границы с Великой Руссией. Почему? Потому что они вот эту границу не охраняют. Это граница для них как бы так для таможни, чтобы какие-то деньги зарабатывать. Вот надо их всех этих руководителей, в том числе и Азербайджанская СССР, поставить в известность, что освободили границы те, которые расходы идут от народного капитала, которые сегодня имеют в виду бюджетных денег национальных этих республиках. Значит, это выделит для полностью, для содержания наших пограничных войск, которые сегодня уже есть. Нам для того, чтобы приступить, чтобы эти места и по определенному графику согласованы с нашим верховным главным командованием и военным властями, чтобы немного каждый подумал, когда кто в первую очередь начнет освобождать. мы собираемся охранять Советский Союз, как охраняли всегда свое время с этим и многие проблемы останутся в задних, которые они эти 30 с лишним лет создают. Спасибо за внимание. Благодарю. Значит, у нас предстоит работа по восстановлению деятельности пограничных комиссаров. Сейчас подбираем достойных кандидатов, которые как раз с этим вопросом будут заниматься. Это вы напомнили, но эта работа уже ведется к Галебурничу. Благодарю за инициативу. Так, товарищи, еще кто желает высказаться в отношении заявления и обращения граждан, которые мы сейчас довели? Так, если вы других мнений нет, поступило одно предложение поддержать заявление граждан Советского Союза, проживающих в наших союзных республиках, прибалтийских республиках, Украинской СССР, Молдавской СССР, Белорусской СССР, РСФСР, прилегающие от этих территорий, еще раз хочу сказать, что по докладу нашего помощника Валерия, значит, он сказал, что 420 у него прямых адресов ежедневно, которые идет общение с гражданами Советского Союза. И, кстати, это прирастает после особенно последних наших с вами соответствующих принятых документов за сутки к нему превросло более 60 адресов, которые поддержали и дальше работают сейчас в нашу с вами поддержку. Это достаточно хороший показатель, это регионы увеличиваются. Каждый адрес это десятки людей, советских граждан. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы поддержать заявление граждан Советского Союза в направлении данного документа в Мальтийский орден по указан выше адресам и непосредственно престолу Папа Римского. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Голосуем письменно тоже не ведется за. Кто против? Кто сдержался? Против воздержавшийся? Нет. Принято ненагласно. Мы направим тогда официальный ответ нашим товарищам. В том, что президиум Совета Министра СССР поддержал данный документ и попросим пресс-центр Совета Министра его опубликовать в том числе и правительство нам вестники также сделаем публикацию для того, чтобы этот документ действительно пошел в народ. Так, пожалуйста, Сергей Николаевич руку поднимем. Александр Васильевич, я нашел вот эту статью, разрешите чуть-чуть доложу? Да, пожалуйста. Первый вопрос. Вашингтонское соглашение по ликвидации СССР 8 сентября 1977 года были подписаны секретные Вашингтонские соглашения под кураторством Кагановича Каинтами Брежневым в скобках Будиловский это, наверное, его истинная фамилия Андроповым в скобках Флекенштейном Пыковским Ермолаевым Погодиным Фалиным в скобках глава международного отдела ЦК КПСС и долгих представителей Москвы Совета Федерации учредителей Норникеля через своего сына Михаила Прохорова управляет 25% долей в этой компании Дальше по тексту Вашингтонское соглашение предусматривало наряду с идеологической обработкой советского народа направлено на его разложение и внедрение лжи и извращение исторической правды пропаганду под видом демократии и свобод человека законодательного закрепления части собственности и рыночных отношений ставилась основная задача подготовки агентов влияние строительства подпольных заводов вывоз из России золота алмазов рыцкоземельных металлов нефти денежных средств под предлогом создания подушки безопасности для предотвращения якобы третьей мировой войны для осуществления этой операции под названием фотон первоначально в 82-м и 84-х годах под управлением сотрудников ФРС США масонского ордена иллюминатов было организовано управление УД ЦК КПСС специальная группа предателей врагов народа СССР под условным наименованием Z вот откуда Z она идет в 85-м году Горбачев МС является агентом клана Ротшильдов в первые дни своего правления СССР поддержал Вашингтонские соглашения он выполняя поручения заокеанских покровителей Танома мирового правительства и масонского ордена иллюминатов по развалу и разграблению СССР увеличил эту специальную преступную группу Z здесь сколько написано в составе 184 человека еще на 2000 человек кроме того в КГБ по его команде было создано управление С в количестве 320 человек для прикрытия этой группы народа СССР дальше статья большая вот я коротко доложил спасибо Александр Васильевич можно добавить по данному вопросу пожалуйста мы рассмотрели именно эту статью Сергей Николаевич и президиум Верховного Совета издал указ о признании данных Вашингтонских соглашений не антиконституционными юридически ничтожными с признаками состава преступления против государства СССР и советского народа все это началось с КГБ именно у них в КГБ развелась вот это образовалась эта группа мы очень подробно рассмотрели на президиуме Верховного Совета СССР весной этого года благодарю вас да благодарю Сергей Николаевич не курсе был поэтому он проявил инициативу и доложил конечно мы эту тему разобрались да это незаконные действия той части советских руководителей которые в тот период были допущены к органам советской власти значит в настоящий момент КГБ формируется генерал армии на Говицын на абсолютно новой основе значит туда идет тщательная проверка каждого офицера который ранее служил в системе КГБ и они прекрасно владеют кстати вот этими всеми закулисными играми данного комитета государства безопасности значит выросли и советской разведки внешней разведки поэтому он владеет всеми материалами и сегодня они выполняют наше поручение именно формируют новый комитет государственной безопасности как говорят чистых людей на руку с здоровыми помыслами и с холодным рассудком поэтому остальная работа зависит от нас с вами как мы дальше что это с организуем и выработаем нужные им задачи так на этом ту тема мы закрываем значит значит Продолжение следует...